Привет, девчонки! Сейчас у нас вторая часть видео, видео о скраббукинге. Здесь я покажу немножечко скраб бумаги, скраб карт и рисовые бумаги для декупажа. Начнем вот с этого. Это скраб бумага. Она из интернет-магазина, в котором я заказывала картон, ну и, собственно, все остальное. Значит, работать мы будем с ней, как мы будем разрезать ее на прямоугольнички и будем декорировать либо снаружи, допустим, скраб альбом снаружи, либо внутри, как вам здесь нравится. В принципе, она называется свадебное кружево, поэтому, скорее всего, это больше подойдет для книги пожеланий на свадьбу. А можно, кстати, для влюбленных тоже, потому что здесь некоторые картинки, вот, например, вот эта картинка, она, я не думаю, что она относится к свадьбе, или вот такая, или вот такая. Я думаю, и так, и так можно. А можно вообще на годовщину свадьбы какую-то книгу пожеланий, если люди там будут как-то грандиозно отмечать свою годовщину, там, 15-ю, к примеру, свадьбу. Так, такая скраб-карта. Она мне, кстати, была, по-моему, в подарок. Предоставлена, у нее размерчик А4. Называется она «Для тебя». Точно так же все делаем. Вырезаем, выбираем, что нравится вам, подклеиваем как-то вот, либо снаружи, либо внутри. Это, конечно, кому как нравится. Я говорю, здесь работает больше всего наша фантазия. Так, совсем недавно в магазине рукоделия ближайшем я приобрела скраб-бумагу. Это была моя первая покупка. Мне очень хотелось, потому что я уже делала книгу пожеланий. Конечно, она еще довольно-таки не в идеальном виде у меня сделана, но как начало она подойдет все равно для меня. Это была моя первая книга пожеланий. Она у меня получилась, она удалась. Я заметила какие-то вещи, которые я делала неправильно, которые я потом в дальнейшем смогу исправить. Вот как раз я сразу после этого пошла, купила такую скраб-бумагу. Она у меня двусторонняя. Вообще, бывает односторонняя или двухсторонняя. То есть, где рисуночек с одной стороны, вот это один рисуночек, а это второй. Она у меня двухсторонняя. Она не рельефная, то есть она такая гладенькая, бывает рельефная. Размерчик у нее 30 на 30, она небольшая. Вот такую приобрела. Она вообще очень красивая. Но тут она мне очень нравится. Ее, конечно, вот именно для ребеночка можно сделать просто идеально. И тут такая вот. А вот это, кстати, подойдет идеально для кулинарной книги. Потому что я хотела сделать кулинарную книгу вот одну. И думаю, что мне это очень сильно подойдет. Вообще, кстати, такая скраб-бумага, она еще бывает с фигурными краями или с одним каким-то фигурным краем. Но у меня здесь с обычными прямыми отрезанными краями. Ну, в любом случае, очень здорово. Так, очень давно у меня в моем хранилище рукоделия лежат вот такие вот вещички. Это рисовая бумага. Черный-белый пейзаж. Она просто потрясающая. Она потрясающая для докупажа. Я вот, кстати, сейчас еще одну покажу. Тоже. Вот она тонюсенькая-тонюсенькая. Вообще, у нее, наверное, плотность где-то 40 грамм на квадратный метр. То есть, это вообще, она почти, я не знаю, можно сказать, она фактически просто прозрачная. Не очень хорошо, наверное, ее тут видно. Но она такая нежная, ее даже руками страшно брать. Вот настолько вот у нее поверхность, как сказать, она вот с выраженной волокнистой структурой. И вот она немножко шероховатая такая. Я не буду вытаскивать, но я ее трогала, сама делала. Это все действительно так. Тем более, там, как правило, бумага используется такая высокосортовая. То есть, ну, с салфетками как бы я сравнивать не буду. Я делала докупаж и с салфетками, и делала рисовой бумагой докупаж. Ну, много мнений вообще ходит, чем легче делать, чем лучше делать. Мне кажется, что во всем нужно знать меру, нужно подходить с умом. И, конечно, все-таки, вот, к примеру, если вы делаете докупаж, конечно, вы специальный клей, как правило, там, покупаете. И специальный материал, вот мы говорим о клее. И многие считают, что рисовая бумага, она не боится ни клея, ни воды. И, короче, налей сколько хочешь, и все будет хорошо. Неправда вообще, абсолютно. Все надо делать с нервис, как они нас чувствуют, с расстановкой. То есть, конечно, не надо переусердствовать. Но это мое личное мнение. Я бы так, ну, я бы так делать не стала. Сейчас я вам еще кое-что покажу. Так, сейчас одну секундочку. Вот такая у меня красота еще имеется. Вот такая. Купила я, кстати, точно сюда. Все у меня лежит, ждет. Вот это вот очень здорово. Вот это, например, какую-нибудь книгу пожеланий, да или просто какой-то, я не знаю, там, дневник, скажем, скажем, каких-то интимных записей или каких-то мыслей, где девушка будет писать свои мысли какие-то душевные, там, какие-то личностные. Вот такой декор вот можно будет сделать. Очень здорово. Она действительно очень красивая. Кстати, это Россия. Да, она российская. Вот так вот она выглядит. Вот эта бумажка для докупажа. Ну и последнее, что я хочу, кстати, вам еще показать. Я уже использовала салфетки. Вот такая вот у меня есть салфетка для докупажа, которая благополучно. Я вырезаю ножничками и делаю докупаж. Ну, на любой, в принципе, поверхности. Я в свое время плела из бумажных трубочек всякие там такие корзиночки и делала на них. Они были белые такие сделаны. Я потом клала лак. Сначала, вернее, белую эмаль, потом лаком покрывала и дальше делала докупаж. Получилось очень красиво. Что бы я еще хотела сказать? Что лично я слышала очень много мифов о том, что, допустим, какие-то вот, я не знаю, кто-то делал докупаж из рисовой бумаги. Они говорили там одно, другие говорили другое. То есть постоянно какие-то споры о том, что лучше, как проще делать салфетками или рисовой бумагой. Это все вообще постоянно. Я пробовала, я еще раз повторяю. И так, и так. Вот я слышала то, что с салфетками, говорят, работать в плане докупажа, ну, я не знаю, ну, значительно проще. Хотя, как можно сравнить? У них абсолютно разная текстура. У них красочный слой, например, у салфетки совершенно одинаковые, а вот в рисовой бумаге он варьируется. Нельзя сравнивать, с чем легче работать. И рисовая бумага боится и водой, боится клей, все боится. И салфетка. Салфетка, например, размокают под клеем, под большим количеством, конечно, может и быстрее. Но и рисовую бумагу тоже. Поэтому сравнивать постоянно. Ну, я считаю, что, в принципе, не стоит. Кому как нравится. Так, девчонки, на этом я, наверное, уже заканчиваю. Я вам показала свои покупочки и все, что у меня было. Немножечко рассказала. Надеюсь, вам это будет полезно. Вы, пожалуйста, подписывайтесь на канал, ставьте, пожалуйста, лайки, советуйте меня своим друзьям. И давайте, девчонки, все вместе, как говорится, будем идти дальше. Не будем останавливаться на своем творчестве. Будем делать много всего красивого, радостного. Давайте идти вперед. Не только в рукоделии, не только в творчестве, но и по жизни в целом. А мы с вами увидимся чуть-чуть позднее в моем следующем видео. Пока еще не знаю, когда я его размещу, но немножечко позже. Ну что, давайте тогда, девочки. Спасибо большое, что заглянули ко мне. Пока-пока.